Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог. У меня тут в машине пассажиры, я готовлюсь ко дню рождения Игната, который уже завтра утром. Ну и вечер у меня. Пока Захар читал книжку, я успела отключиться рядом с ним, проснулась, надувала шарики, вышла, вывела Мику и Томак это время собирал велосипед. Я заказывала его онлайн, поэтому он приехал в совершенно разобранном виде, мы об этом узнали после 11 вечера, поэтому я сидела тут чуть не померла с шариками, а он подоставал отвертки, в общем занимались. К сожалению, мне сказали, что если наполнить гелем вот эти шары обычные, то они до утра возможно не доживут, ну на 80%, поэтому вручную губную надувала их. И велосипед, который мы выбрали от бренда Zodiac, на него хорошие отзывы, это немецкий бренд и это также горный велосипед, Игнат мечтал о нем и он просил купить его именно на день рождения зеленого цвета. Он идет с шестью передачами, с амортизацией сзади и спереди, и вообще Томак сказал, что он обалденный, Томак уже примерялся тут и пытался на нем чуть-чуть кататься, и я еще решила заказать шлем в таком же цвете, просто черный-зеленый. Я уверена, что Игнат будет в восторге, хоть бы он ночью не проснулся, а то потом не уснет до утра, он уже заказал себе целую программу, не все возможно осуществить из-за нашего карантина, но тем не менее, его лучшие друзья завтра придут и сделаем ему мини-праздник. Ну, шукай. Игнат? Может быть? Так и хотелось? Да я страха вообще не убудилась, еще по-моему спит тогда, я бы одного разбудила. Да? С днем рождения, Игнашка. Мама, она вот каску тебе купила? Ага. Шлем, ну-ка примеряй. Ты же говорил зеленый, мы тебя искали зеленый. Надо отрегулировать еще. Игнать. Мама, Бузь, тебя. Колочка. Супер-пупер, я считаю. Бузь, как хочется спать. Страшное дело. Как видите, у нас тут праздник на празднике, мы еще не успели убрать пасхальные декорации, решили оставить на несколько дней, а на календаре уже 13 число, это вторник, день рождения нашего второго сына. Так как у нас довольно жесткий карантин, и нельзя собираться большими группами людей, также, к сожалению, не сможет приехать аниматор, и поэтому мы вот так в очень узком семейном кругу с несколькими друзьями будем сегодня праздновать день рождения Игнашика. Ему 6 лет, поэтому, соответственно, свеча. Еще купила такие свечи, которые будут подходить по цвету к тортику и к тематике. Игнат очень хотел, чтобы у него также были какие-то небольшие хотя бы декорации собачьего патруля, поэтому я, опять же, на Allegro купила салфетки, тарелочки, стаканы, ну, трубочки были в комплекте, хотя ими никто особо не пользуется. Это, между прочим, не пластик, а бумажные трубочки и все остальное. Конечно же, фейерверки, еще ждем, когда приедет тортик, и вот так в узком семейном и дружеском кругу сегодня будем поздравлять Игната. Пусть растет здоровым и счастливым, а в остальном мы будем ему помогать и всегда поддерживать. Приехал торт, и свечи не особо помещаются, но зато шестерка сюда просто безупречно вписалась. Гляньте, какие прикольные конфеты, полностью прозрачные есть, типа без эшки. Я заказываю тортики сейчас в Кейкленде. Это не сотрудничество, я как клиент могу вам сказать, что у них они супер вкусные, а торты не очень часто бывают съедобными. Так что, если соберетесь, если хотите кому-то сделать сюрприз, то могу рекомендовать. Почему бы и нет? Почему не поддержать своих? Больше не буду наставлять свечей. Сейчас ставим еще фейерверки и будем поздравлять Игнашу нашей традиционной песней. Сто лет, сто лет, ниже не живет нам. Сто лет, сто лет, ниже не живет нам. Еще раз, еще раз, ниже не живет, ниже не нам. Не знаю, не знаю, а кто не знаю. Проезжала Лидл, решила заехать, кое-что взять на обед на завтра. И нашла что-то интересненькое, давайте посмотрим. Не смогла устоять перед такими оригинальными тюльпанами. Один, к сожалению, отломался, но, к счастью, я взяла целые две упаковки, поэтому ничего страшного, и это польские тюльпаны уже. Нежно-розовых у нас еще таких никогда не было. В наших больших лидлах есть целый раздел с необычными сырами. Вот этот впервые взяла на пробу с орехами. Их очень быстро разбирают, и я буквально их вылавливаю. Вот этот обожаю. Это сыр с кусочками шоколада и с апельсиновой цедрой. Это реально как десерт. Сложно остановиться на одном кусочке. Когда мы были во Франции, нам много раз говорили о том, что у них сыр считается десертом. И подают его не так, как у нас в качестве закуски, а именно после основных блюд. Вот такой интересный факт. Иногда завариваю себе чай или кофе именно к черному. Это что-то восхитительное. Нашла йогурт с очень простым составом. Я аж не поверила, когда прочитала. Интересно, какой это на вкус. Йогурт и плюс два дополнительных компонента. Фрукты и овес. Здесь манго, банан и овес. Клубника, еще какой-то фрукт, банан вроде как. Йогурт и овес. Классно. Все больше именно таких, знаете, чистых продуктов. На такие случаи, когда чувствуешь, что подсос нужно что-то съесть, иначе тебя разорвет. Это печеньки с яблоком. Его здесь 25%. Тыква, семечки, подсолнуха и гречка. Грека это гречка, наверное, да? А это морковные. 20% моркови, пшеная каша, льняные семечки и кардамон. Классное сочетание. Тоже буду все это тестировать. Ммм, вот эти морковные. Класс. Мне нравится. Я думаю, что вкусная любительная, потому что здесь реально ощущается кардамон. Но я вот поняла, что для меня это подходящий вариант. Завтра у нас пятница. На выходные есть кое-какие планы. Если погода не подведет, то поедем в горы, погуляем. И там уже будем есть. Не в ресторанах, но у нас они работают на доставку, или можно взять с собой. Но завтра нужно кормить чем-то детей и себя. Собственно говоря, молоко это у нас must have. Не только кофе, но и, например, по-быстрому можно сделать блинчики. Яйца тоже обязательно должны быть в холодильнике. Я всегда стараюсь покупать из каких-то маленьких производств. И от кур, которые не сидят в клетках. И мне нравится размер М. То есть не слишком большие яйца. Это я купила сливки, потому что народ требует панакоту. Сделаю, если не сейчас, то после выходных. Это к сырничкам ягоды. К сожалению, пока что не сезонные. Био-сметана. Опять же к сырникам. И планирую еще завтра сделать такой обычный салат из огурцов. Зеленого лука со сметанкой. Отлично. И творожок для утреннего завтрака. Это все, что я приобрела. Но зато завтра целый день можно не париться. Просто чего-то не хватает в холодильнике. Примеряю некоторые свежие обновочки к весне и к лету. И решила поделиться и с вами. Сейчас на мне кое-что из Резерт. Топ старый. Я покупала его в Страдивариусе. По-моему, еще весной. Он на широких бретелях. И я часто его надеваю с разной одеждой. А жакету несколько лет. Он из Твелл Сторис. Это чистый лен. То, что я купила вот на днях. Это юбка из Резерт. Она из плотной ткани. Я специально взяла ее в размере 36. 36, чтобы она сидела так свободно. Ну, то есть в талии, видите, не впритык. И по бедрам тоже хорошо. Не хотелось, чтобы это было что-то суперсильного облипку. И, по-моему, так очень даже ничего. Летом буду щеголять. Даже не летом, а когда у нас хотя бы чуть-чуть потеплеет. Почему черный топ, а не белый какой-то светлый? Сейчас, секунду. Мне захотелось чего-то контрастного. Буду ходить с вот этой сумкой из H&M. Я знаю, что многим из вас она понравилась. Она мягусенькая, стильная. И также в Резерт я купила себе шлепанцы. Ноги аж синие, потому что мне холодно. Я даже камин включила. В общем, шлепанцы кожаные, очень мягкие. Вот так издалека они совсем понятны. Сейчас покажу поближе. Но они очень удобные. У меня когда-то были похожие страдивариусы. Я их заносила до дыр. Эти с квадратным носиком. И они мне совершенно не жмут. У меня 38 размер. Это тоже актуальная коллекция. Блин, какая я белая в последнее время. Нужно срочно это исправить. Я люблю, когда у меня кожа слегка такая золотистая. Нужно подоставать свои автозагары и исправить эту ситуацию. В ближайшее время естественным путем я не позагораю. Потому что за окном снова идет снег. У нас супер затяжная зима. У нас снова холодно. Резкие перепады. Плюс 20 с чем-то. Плюс 3 на следующий день. И это тоже сказывается на самочувствии. Но есть хорошая новость, которая состоит в том, что весна и лето непременно везде наступят. Это факт. Ну, я надеюсь, что ничего не изменится и не удивит нас в этом году. И с такой мыслью я заказала себе несколько вещей в H&M. Не только себе, но и детям. И да, давайте начнем рассматривать мои находки. Я уверена, что многим из вас и не понравится. И я обязательно оставлю вам все ссылки внизу. Я хочу сказать вам, что я немного заплатила за всю посылку. Еще и была скидка минус 20%. И в принципе, мне нравятся весенне-летние коллекции в H&M тем, что у них много и натуральных материалов. И где-то появляется не хлопок, а лен. Если помните, несколько лет тому назад мы вместе с вами были на шопинг-влоге. И тогда я нашла в H&M рубашку из льна, только другого цвета, хаки. И тогда не только я носила, но и многие девочки заказывали ее. Она была и в белом цвете, но я не успела приобрести. Это у меня нежно-фисташковая. Она классическая, не укороченная. Самая обычная рубашка, такая классика, которая будет актуальна годами. И я решила взять себе еще одну в коллекцию. Особенно, когда подзагоришь, это будет обалденно выглядеть. Добавить несколько аксессуаров, возможно пояс. Но я хотела показать вам сначала без ничего. Рубашка, конечно, бомба. Я ее вот так завернула. Очень круто будет смотреться и с платьем миди, вот так по фигуре. С цитиновым платьем, с любыми шортами, с джинсовыми вещами. С юбками миди, с короткими. В общем, вариантов есть миллион. Миллион, с одной стороны, у меня не подвернут рукав, но он самый обычный. А со второй я, как всегда, все подкатала. Давно искала себе удлиненные шорты, чтобы не светить своей пятой точкой там, где это не к месту. Вот в отпуске или на пляже. Короткие, окей. А если идешь куда-то, особенно с детьми, то наклоняешься, то подсади, то мама завяжешь шнурки, подай, принеси. И комфортнее в такой модели, когда все прикрыто. Я смотрела, смотрела и решила взять себе шорты сразу в двух цветах. Они абсолютно одинаковые. Не смогла остановиться на одном цвете и, по-моему, оставлю и те, и другие. Взяла себе 36 размер, потому что 34, наверное, в талии сидел бы так, как надо. Но если бы они были короче, однозначно не мое было бы. Мне нравится, как это выглядит. И с рубашкой это, конечно, супер. Вот такие шортики. То есть они широкие, издалека даже выглядят, как юбка. Карманы, можно добавить еще и ремень. И тогда сразу автоматически образ становится более собранным, стильным и даже немножечко элегантным. Длина 36 размера до колена. Только сейчас заметила, что на фоне у меня шарики. Ну, день рождения, как-никак. И мне нравится носить такие наряды с какой-то грубой обувью. Сейчас на мне также новые из H&M. Они супер легкие и такие на каждый день. Вот знаете, выйти где-то рядом с домом, чтобы не было жалко. Они как облачко. И меня почему-то второй год тянет на черную обувь именно в теплое время года. Не знаю, что происходит. 38 размер, прям вот хорошо. Меньше не хочется. Если у вас узкая нога, то, возможно, вы будете из них выпадать. И они также есть еще и в светлом цвете. По-моему, белые мне даже больше нравятся. Причем я оставила ту же черную сумку, тот же черный топ. Еще добавить черный ремень и какую-нибудь подвеску. Белый цвет перекликается с пуговками. Черные шлепанцы классические, очки. И вперед, как вам такой нарядик, я вообще влюблена. Еще поближе покажу вам материал. Она, конечно, будет мяться. Но мне это как раз и нравится, потому что издалека будет заметно, что это натуральный материал. Девчонки, сколько в H&M красивых платьев и сарафанов стоимостью от 15 долларов до 25, ну, может, 30. И, к сожалению, опять же, я не успела, потому что размеров нет. Но зато я заказала два сарафанчика, которые вообще-то не особо часто на мне встречаются. Вот именно такого плана, потому что по фигуре что-то более такое женственное. Но сейчас у меня и такое настроение. Я когда примеряла, Тома говорит, вау, 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 полегче. 78% плеоцелла и 22% органического хлопка. Ну, тоже ощущается, что этот сарафан не будет парить. Вот это платье на мне. Единственное, что оно мне вот здесь широковато. Попрошу свекровь, чтобы она слегка его ушила. И со второй стороны сборочка. Можно еще чуть-чуть подтянуть вверх. Но я думаю, что я еще со временем все отрегулирую. С одной стороны коленка прикрыта, а со второй будет кокетливо выглядывать. И с небольшим каблучком и с более грубой какой-то обувью это сейчас тоже очень модно и актуально. И такие платья, они такие похожие. Я видела в Заре, но они там совсем коротенькие, какие-то такие некачественные. Вот это платье, это то, что я буду носить с огромным удовольствием летом. Поверх буду набрасывать или кожаную косуху, когда будет прохладно, или рубашку, или же джинсовую куртку. И второй сарафанчик супер сочного, яркого, витаминного, оранжевого цвета. С такими лямочками сзади, которые можете отрегулировать под себя. Это также смесь хлопка и льна. Но это не дубовый лен, он очень приятный. Если бы я не прочитала, что это лен, я бы даже не догадалась. То есть он не колется. Иногда лен бывает таким колючим, вот знаете, некомфортным. А это наоборот супер. И платьица мини, но я взяла себе 36 размер, чтобы оно не сильно меня облегало как-то, и чтобы не было супер коротким. И с джинсовой курткой будет бомба, с любыми другими яркими цветами, с зеленым, с розовым. Хочется чего-то такого для настроения, а не только нежного, чего-то такого блеклого или черного. Но решила начать с мини-платья, я понимаю, что да, это только начало. Ну что, признавайтесь, не ожидали увидеть меня в таком? Я тоже. Я сама в шоке. Но оно какое-то такое скромное в миру и совершенно не вульгарное. Если бы я взяла 34 размер, оно бы меня обтянуло. И это не то, чего я добивалась. Мне не хочется слишком сильно на себя привлекать внимание и цветом, и фасоном, и чтобы все там по фигурке. Как раз длина хорошая заканчивается чуть выше колена, ничего не будет выглядывать. И, слушайте, я еще присматриваюсь к зеленому цвету. Это сумка из Zara. Я хотела себе другую, чуть более качественную, но они сейчас везде распроданы. Я вот примеряю этот зеленый. Он не такой-то и простой. И пытаюсь понять, насколько он вписывается в мой такой довольно спокойный, базовый в основном гардероб. Но мне нравится цепь. И вообще размер у нее классный, потому что она не слишком большая и не настолько маленькая, чтобы сюда вообще ничего не поместилось. В общем, буду думать по поводу сумки. А платье кайфовое. Еще взяла себе два купальника. Один, к сожалению, придется вернуть. А вот этот в цвете морской волны, еще и в такой супер актуальной трендовой текстуре, гляньте, он такую грудь делает. Я побоялась, что он будет мне маловат. Это 34 размер. И, кстати, здесь застежка. Когда застежка, то 36, я знаю, что он будет с меня спадать. А 34, ну, так впритык, он просто приподнимает грудь и делает все кругленько сверху, а не плоско, наоборот. И, кстати, этот купальник еще идет с резиночкой, то есть он не будет сползать. За счет того, что она прилегает к телу, не дает соскальзывать сверху. И трусики, как всегда, взяла себе в размере 36. У меня обычно верх меньше, низ больше. Они на завышенной талии. Из такого же материала я обалдею от цвета. И, смотрите, они очень сильно вырезаны как спереди, так и сзади. То есть попу они делают тоже более круглые. Но это не стринги. Стринги на пляж я не надеваю. Мне некомфортно. И второй купальник я примеряла на белье. Я, к сожалению, буду его возвращать. Мне не нравится цвет. Я думала, что он будет насыщенно шоколадным, но он какой-то такой выцвевший. И сама по себе модель, я не знаю, что-то с ней не так. То есть то ли хочется, чтобы здесь была больше проема, вот где трусики. То ли, ну, короче, что-то у меня вообще не подошел. И грудь он делает супер плоской. В H&M есть гораздо более удачные. Именно слитные купальники. Поэтому, если вы ищете, я могу оставить ссылки на те, которые у меня есть. Это классическая их линейка. И моему уже, не знаю, 3-4 года. И до сих пор как новый. Слушайте, взяла себе крутой пояс. Но поменяю размер. Здесь золотое кольцо и супер грубый такой шнурок. Края обработаны при помощи плашечек из кожзама. И также здесь есть карамельная петелька из такого же материала. Но у меня размер S, а я хотела, чтобы он был чуть длиннее, чтобы по-разному можно было закручивать. Именно поэтому я, наверное, даже закажу себе L. Очень круто будет выглядеть с платьями в стиле Боха. С какими-нибудь платьями, рубашками. Вообще, с платьем миди, когда хочется подчеркнуть талию. Я была рада, что я успела его заказать. Но теперь понимаю, что он малова для тех целей, для которых я хотела бы его надевать, использовать. Но как вариант вот такого стильного аксессуара тоже обратите на него внимание. Потому что стоил немного, но будет модным и актуальным долгое-долгое время. Мой детский улов по-другому и не назовешь. Это далеко не все, что нужно купить. Мальчики настолько вытянулись за осень, зиму и начало весны, что я не успеваю покупать одежду. А спортивные костюмы мы вообще протираем до дыр со скоростью света. Купила штанишки вот такие моднявые. Они мягкие и ткань не слишком плотная. Поэтому даже летом в прохладные дни будет носить Игнат. Для Захара размеров нет. Рубашечку Игнат надевал на свой день рождения. Она ему очень понравилась. Редко встречается такое сочетание мятного с синим. Игнат быстро вообще поснимал все этикетки. Не успела проверить, подходит, не подходит. Теперь оставляем. Ну, слава богу, все подошло. Материал супер приятный, как тонкая баечка, такая мягкая. И она на пуговках. Так, Захар же наш вообще мог бы жить в спортивном костюме. Но я знаю, что есть те вещи, которые он надевает с удовольствием. Я никогда не заставляю детей носить то, что нравится мне. Они в основном выбирают сами. И я считаю это правильным, потому что таким образом ребенок также самовыражается. Эта рубашка просто хлопковая. Это натуральная ткань, то есть тело будет дышать. Видите, какой манжет, типа джинсовый. И она на пуговицах. Это очень-очень удобно. Игнат у нас в пиджаках даже ходит в детский сад и обожает рубашки. Отхватила с коротким рукавом. У нас было много похожих, если не такая же, только в размере поменьше. И все рубашки, то, что мы не успеваем сносить, сначала по наследству переходит Игнату, а потом мы еще, вот сейчас уже двум мальчикам передаем. Детские футболки я покупаю в абсолютно разных местах. И пепку я много раз вам показывала, но если удается что-то недорогое найти в H&M, то тоже забрасываю в корзину. Позитивненькая расцветка как раз на лето. Вот еще такая Калифорния. Футболки, которые я вам показываю, из нормального хлопка. Не слишком плотного, неприятного, но и не настолько тонкие, знаете, как бывают в Заре, что два раза постираешь и превращается в тряпку. Я думаю, что с этими должно быть все хорошо. И последнее из моего заказа, это топ белье, которое я чаще всего ношу дома. У меня они есть в разных цветах. И когда-то я вам показывала из Алиэкспресс, он тоже хороший, но там универсальный размер, довольно маленький, до S. В H&M вы найдете абсолютно разные, L есть и возможно даже больше. Но он тянется и XS не было, я взяла S, тоже он не слишком-то велик. Мне нравится то, что регулируются шлейки, и что здесь не плотная чашка, а такая тоненькая, то есть топ не парит. Удобно, нигде ничего не жмет. И дома прям самое то. Я хотела бы от всего сердца поблагодарить вас за колоссальную поддержку, которую я получила после того, как мы оказались в тупике. Я искала доктора через Инстаграм. Очень многие по-настоящему переживают, и поэтому мне показалось, что честным с моей стороны будет рассказать, как есть. Но я также хотела бы попросить вас не задавать кучу вопросов, если будут хорошие новости. Я знаю, что вы не со зла, но это настолько больная тема, что никакими словами я не могу передать вам все, что происходит у меня внутри, какие сейчас мысли и какое, в принципе, настроение в семье. Если вдруг произойдет чудо, поверьте, что вы будете одними из первых, с кем мне захочется точно так же поделиться. И нам нужно это как-то пережить в узком семейном кругу. Генетика — это настолько большая проблема, и против нее, к сожалению, не попрешь. Прогнозы очень плохие. И нам хочется пережить это самим. Я очень надеюсь на ваше понимание. И позвольте мне во влогах, в своих видео немножечко абстрагироваться, немножечко как-то отвлечься и не затрагивать эту тему, потому что это буквально как говорится в открытой ране. И детям также нужна здоровая мама. Они спрашивают, почему я плачу. Мы не скрывали все происходящее от них. Я не хочу, чтобы они всю жизнь жили в таком коконе, которые создают им родители. Но мы потихоньку им подводим. Мы также объясняем, что Микуша сейчас не может так играться, чтобы они обходились как-то более деликатно с ней, чтобы они случайно ее где-то там, знаете, лишний раз не дергали. И чтобы они были более терпеливы. Если она медленно идет, значит, нужно ждать и так далее. То есть мы сами толком еще как бы не приняли всю ситуацию, но нужно понимать, что не всегда все поправимо. К сожалению, я рада, что Мика попала в нашу семью, и что я за вот это пусть и короткое время, не только я, а вся наша семья, мы дали максимум, что собачка все время в любви, в заботе, в ласке. И она, можно сказать, вот знаете, на равных правах находится в нашем доме. Ее никто не ущемляет, ей никто там не посвящает слишком мало внимания. Действительно, она всегда с нами. Мы никогда не чувствовали, что это какая-то абуза и так далее. И, конечно, мы сейчас делаем все, что в наших силах. Я очень прошу вас не спрашивать, как дела, потому что если я буду молчать, значит, все не очень хорошо. Это очень больно, правда. Я не готова вваливать свои страдания на публику, тем более, что есть люди, которые любят ковыряться, искать свою правду. Там, где ее нет, мне нечего скрывать. И я бы тоже очень хотела получить ответы на свои вопросы. И также я хотела бы уточнить такой момент, потому что, возможно, неправильно высказалась, опять же, на эмоциях. Может, кто-то что-то не так понял, но мне тоже не хочется лишний раз нервничать по этому поводу. Я говорила о второй собаке, но у меня были такие мысли от тогда, когда мы еще не знали, что Мика у нас особенная девочка, и что нам предстоят такие сложности в ближайшие месяцы, дай бог, годы. Поэтому, конечно же, сейчас речь не идет ни о каком другом домашнем питомце. Я вообще с трудом представляю себе, что будет происходить дальше. Я не знаю, как я это переживу. Никто и никогда не сможет снять то особенное место в моем сердце, которое сейчас принадлежит Мике. Также, когда я очень сильно переживаю, когда меня доводит стресс, скажем так, даже от безвыходности, ты переживаешь вот настолько, что он тебя сжирает, и в физическом плане также. То есть я разболелась настолько, что я лежала пластом. Я понимаю, что если я буду в таком состоянии, то я не то чтобы не помогу собаке и другим членам нашей семьи, я и сама с собой справиться не смогу. Поэтому мне нужно сейчас держать себя в руках. Я очень прошу вас дать нам самим как-то переварить все услышанное и увиденное, и пережить этот непростой период. Я вас крепко целую и обнимаю. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мы с вами увидимся в следующих влогах, и я постараюсь быть более позитивной. Хотя это сейчас очень-очень непросто. Но я надеюсь, что это временно. Все, пока-пока.